Добрые традиции спортивных состязаний работников почтовой связи в свое время начинались именно на Кобринской земле, которая когда-то приняла у себя первую республиканскую круглогодичную спартакеаду. И вот почтовики со всей Беларуси съехали сюда уже на 13-е соревнование. Гостей принимал детский реабилитационно-оздоровительный центр «Колос». Торжественное открытие спартакеады состоялось 26 июля. В нем приняли участие почетные гости из руководства Белпочты и местной исполнительной власти. В этом году исполняется 15 лет физкультурно-спортивному клубу «Связист». Многие из вас внесли огромный вклад в то, чтобы этот клуб занимал одно из ведущих мест в нашей стране. Вы знаете, на межотраслевых спартакеадах наше место первое, второе, третье. И это все благодаря тому, что в целом в системе Министерства связи и информатизации Республики Беларусь выстроена стройная система проведения спортивных мероприятий и участия в них работников трудовых коллективов. В нашей стране очень большое внимание уделяется спорту, поэтому это залог здоровой нации. Поэтому хотелось бы пожелать вам достойных побед и удачи. Спасибо. Значительно украсила торжественность момента выступлений детских творческих коллективов Коврина. И все восемь команд сразу же приступили к соревнованиям, причем прямо на открытии спартакеады, ведь приветственное выступление тоже оценивалось судейской коллегией. Поэтому уже здесь можно было получить дополнительные баллы к будущим спортивным результатам. Но на самом деле круглогодичная спартакеада началась значительно раньше. Эта спартакеада состоит из двух этапов. Первый этап соревнований – это зимние соревнования по ряду зимних видов спорта. Ну и плюс там мы добавляем еще плавание и так далее. И это уже итоговая круглогодичная летняя спартакеада, где уже, так сказать, дополнительные виды спорта. Ну и уже подводится итог не только индивидуального зачета, а и общей команды. Соревнования проходили одновременно на нескольких площадках. Таким образом были задействованы абсолютно все члены команды, и каждый на своем месте старался показать лучший результат, слагая его в общую копилку. А в воскресенье состоялось награждение победителей. В результате работники почтовой связи Брестского филиала РУП «Белпочта» оказались лучшими в нескольких видах спорта, причем в обеих возрастных группах. Три первых места, два вторых и два третьих позволили им в общекомандном зачете стать третьими в республике и получить не только бронзу и кубок за третье место, но и микроволновку.